всем большой привет я сейчас собираюсь накраситься и нам бежать в школу с ребенком на подготовительные поэтому предлагаю вам накраситься собраться вместе со мной я сегодня хочу сделать макияж в роз в зелено-розовых тонах и для этого я уже сделала подложку зеленым карандашом у меня это карандашик вен сабо 08 оттеночек такой каял просто чтобы не занимать время как бы я уже сделал один глазик и сейчас накрасила 2 и мы с вами будем растушевывать его опять таки возвращаемся к карандашной технике у меня такая кисточка я взяла давайте бром на камеру стараюсь я тушую только края границы то есть сам оттенок я не тушу я растушевываю только границы зеленого оттенка я то есть как можете видеть я тушевку опускаю достаточно низко у меня на левом глазурчике когда вот где слезнячок пропадает оттенок он у меня съедается поэтому я его всегда добавляю и стараюсь аккуратненько подтушевать границы я смотрюсь камеру не совсем вижу что я там растушевала и теперь тоже так давайте наверно верхние века я растушую уже сам давайте блин другое зеркало потому что мне неудобно зеркало зеркало неудобное взяла надо себе зеркало какое нибудь купить нормальное чтобы было удобно красть у меня сегодня брови темные получились но лучше темные чем свежие кстати базу под тени у меня служит однушка от color tattoo кремовая я уж не буду вам ее пописать раз показывать все хочу забить ее то что ее осталось немножко и как тоже ну и грех просто оставлять ее и теперь я по нижней вот этой границе буду вытягивать такую как некую стрелочку и не 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 а а а а а а а С нижней границы уходят. Вот такая получается стрелка, ее можно даже немножко потоньше сделать. То есть у нас такая как наметочка стрелки нужна, то есть не совсем стрелка, но наметочка такая на стрелочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Простите, если закроем. И опять же по отглазке я добавила пудру. Блин, у меня настолько все отпечатывается. Наверное, карандаш... Что? Ужас просто какой-то. Сейчас вот здесь немножко парандашиком потяну чуть-чуть. Давайте возьму, наверное, я вот тоненькую кесточку. Я ее сейчас вытру. Такую вот тоненькую куку. У меня просто в черных тенях испачкана кисточка. Я все их постоянно забываю мыть. Мне то неохота, то некогда, то еще чего-нибудь. И в итоге я забываю их мыть. Ну, и значит, будет немного... С чернинкой. Я теперь возьму вот эту палетку своей строжек Пэна. И возьму вот этот вот оттеночек такой, ну, нейтрального цвета кожи, да? Пушистую кисточку беру немножко. Наберу на кисточку этого оттянка. И вот так вот. Пройдусь по складке века. Я это делаю для того, чтобы последующая тушевка у нас ложилась более плавно, более аккуратно. Кстати, ну, более гладко, да? Не тушевка даже, а чтобы последующие оттенки просто аккуратненько ложились в складку века. Здесь та же самая картина. Мне вот неудобно, конечно. Я уже просушила зону под бровью оттенком светло. И теперь я просто просушиваю складку века, чтобы мне потом было легче растушевывать последующие оттенки. Вот так. Просто пустой, чистой кисточкой вот здесь вот чуть-чуть подтушую. Я, как всегда, под каждым своим макияжным видео оставляю ссылки на девочку, в которых я учусь макияжу. Так, теперь мне нужен такой оттенок зеленый. Сейчас я возьму поверху. Я возьму кисточку потоньше. Секунду, покажу вам эту кисточку. У нас погода, конечно, что-то нас совсем не радует. У нас тучи, ветер прохладный. Хочется уже тепла, солнышко, но пока у нас погода что-то прям совсем не хочет. В общем, вот такую кисточку беру и из этой палетки я набираю вот этот зеленый оттенок. Я прям слегонца наберу, потому что лучше потом наслоить оттенок, чем сразу бахнуть его и пытаться потом его растушевывать. И начинаю потихонечку, то есть я уже начинаю рисовать по форме. По складочке. Такими легкими движениями и уходить вот сюда вот. Как говорит наша всеми любимая Наталина, рисуем фальшескладку. Не хочет, чтобы кто тут пошел. Я еще добираю оттенок и наслаиваю его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше я беру вот такую кисточку и двушку свою запеченных теней от Марийка в четырнадцатом оттенке. И в данный момент я буду... Хлипкая крышка, я буду брать вот этот вот оттенок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он такой сатиновый. Я его чуть-чуть набираю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И чуть-чуть будем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И начинаю закладывать вот сюда вот в уголочек глаза этот оттенок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто закладываю в уголочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не хватает набровая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА и теперь я немножко этот оттенок буду заводить в тушевку то есть я данный оттенок буду как бы втушевывать в предыдущий оттенок так в общем получается пока что вот так дальше я бросаю палетку и буду набирать вот этот вот серый оттенок я возьму вот эту кисточку сейчас я немножко вытру набираю серый такой оттенок хотя нет давайте знаете какой оттенок там вообще зеленый этот оттенок но у меня есть очень красивый зеленый я забыла другой палетки он у меня есть давайте я возьму эту палетку без владения но никак в общем это палетка да 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 и я наверное возьму отсюда вот я думаю либо вот этот зеленый взять либо вот этот вот какой то такой коричневый коричневый с эффектом зеленого давай знаем его сейчас и возьмем я наберу его на кисточку и буду вот здесь вот углублять я думаю вам видно то есть я стараюсь про углубить этот оттенок но не поднимать его только вот в вот в этой вот зоне работает и теперь этот же оттенок я буду опускать на нижние века на нижние века естественно то что у нас с вами посыпалось мы это все потом уберем теперь я возьму вот эту палетку такую кисточку и наберу такой желтый оттеночек на кисть и вот здесь вот добавлю такой вот растушевочный оттенок вкладку вилка вкладку вилка мы уже этим оттенком будем спаливать окончательные границу и 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 то есть я сильно не выделяю вот этот желтый оттенок и теперь хочу под бровь немножечко нанести вот такой вот золотистый оттенок у меня набираю такую кисточку достаточно плотнее и вот так вот так вот мы выделяем зону под брови и одновременно растушевываю ту тушевку которую мы сами нанесли в складку века то же самое делаю на втором глазике вот так теперь моя задача заключается в том что мне нужно смешать два оттенка это вот такой вот огромный зеленый и на этот зеленый вернее поверх этого зеленого я из вот этой палетки большой нанесу вот этот вот оттенок зеленый вот попробуем сейчас такую комбинацию с вами сделать она просто вкладывает некуда будет пардон 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 так я возьму вот такую маленькую плоткую кисточку на кисточку такие текстуры набирают очень хорошо и буду вот так вот наслаиваются не хватает добираю ну не хватает не хватает не хватает не хватает не хватает не хватает и теперь я буду на этот оттенок уже добавлять тот зеленый который я планировала добавлять изначально а вы мне знаете что напишите мне вот лучше собиралку делать а непосредственно только показывать макияж глаз потому что макияж глаз я не быстро делаю или пускай лучше видео будет длинным но таким более информативным для вас то есть мне показывать и помимо макияж лица вообще то есть не нужен просто снять макияж глаз как бы все так и теперь на этот зеленый на хром я накладываю зеленый который планировала наложить то есть я захлестом накладываю на оттенок вот этот коричневый если у вас какие-то ко мне есть запросы либо какие-то предложения есть поводу каких-то макияжей может быть еще каких-то любит видео пишите мне писали что хотят увидеть мою коллекцию и коллекцию как бы косметики то есть хранения но я сейчас пока что все буду пытаться как-то расставить правильно на места то есть как-то немножко организовать этот порядок потому что у меня на самом деле все валяется вообще по разным шкафам у меня одни помады контейнер стоят в одном шкафу другие контейнеры другом шкафу одни порядке теней в одном шкафу там 3 5 10 другом у меня получается такой как бы разлет что как бы толком не снимешь как бы нету вот этой вот какой-то конкретной организованности поэтому я сейчас этим буду заниматься вот наслоили мы с вами этот зеленый оттенок и теперь вот этим вот оттенок ой каким вот этим вот также на плоскую кисточку я набираю этот оттенок но у меня этой палетки очень понравился как он смотрится так и теперь мы этот оттенок вносим вот сюда вот во внутренний уголок и как бы стараемся распределить его так чтобы у нас был с захлестком на предыдущий оттенок то есть я постепенно буду добавлять этот оттенок я вижу что мне не хватает оттенка я еще добавляю постепенно постепенно добавляете интенсивность оттенка такой которая вам необходима я добавляю ту интенсивность которую хочу видеть я мне вообще нравится сочетание розового такого вот именно не поросящего розового а розового с такого с с дуахромом сиреневого что ли какой-то такой оттенок наверное вот такой темно-лавандовый что ли или темно-сиреневый вот то есть вот я наслоила до нужного у меня оттенка дальше я беру палетку хайлайтера вот ruby rose и беру вот этот вот синий дуахромный оттенок я почему не переворачиваю потому что у меня тут крошки сыпятся от хайлайтера я набираю на пальчик этот оттенок чуть-чуть и вот сюда вот на серединку века крикую и этим оттенком получается такой как дуахром это знаете из разряда не можешь найти тот дуахром который тебе нужно сделал его сам так теперь там где мне не хватает например зеленого оттенка я возьму кисточку и просто добавлю зеленого оттенка чуть-чуть уплотню цвет там где мне это необходимо я вот тут вот чуть-чуть уплотняю это татьяна госиданой добавляю то есть там где мне он по сути необходим то есть там где-то и 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 с такими оттенками просто интересно и можно чуть-чуть пальчиком подпримить девочек я теперь убрала слишком синяя тену я прям совсем чуть-чуть верну а 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 не а а а а а и а а так и сейчас я хочу все-таки затем нет немножко уголок темненьким оттеночка и здесь наверное я добавлю вот такой темный немножко я притемню уголочек глазика как-то все это сливается чуть-чуть прям вот добавлю прям вот так вот я на самом деле не вижу что я тут добавляю прям в самый-самый уголок и и и и и чтобы мешать предыдущим оттенком вот так так а на нижней веркой я добавлю какой-то из этих оттенков у нас и еленый оттенок сегодня рулит давайте добавим иногда не хватает каких-то прям вот лично как по мне каких-то вот необычных иногда оттенков вот не хочется чего-то какого-то вот однотипного охотиться иногда прям чего-то такого необычного но ты не все понимаешь где это взять поэтому я бы конечно бы добавила честно говоря синий вот такой вот оттенок или вот такой вот сиреневый но я не хочу слишком вот чтобы темно что-то было вот этот зеленый как бы у нас он уже есть он нам по сути-то и не нужно больше ну вот вроде бы есть какое-то разнообразие но все равно вот когда косметички берешься бывает вот это вот макияж и у тебя такое ощущение чтобы на мне вот это не хватает а не вот это не хватает там вот это вот это вот так 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 я темным оттеночком давайте вот здесь внизу я продублирую не не давайте коричневым этим же продублирую не хочу я попытаться в одной гамме делать мне кажется коричневый на нижней веке смотрится очень даже неплохо вот на такую кисточку наберу вот здесь вот Здесь просмотрится как будто оно в жизни есть, но оно не прям таки видно так и давайте тоже самое отоделим на втором волоке прям просто сделано хоть я и затемняла темным, а все равно здесь коричневый больше проглядывает и я чуть доберу его сюда так подкладками то есть очень удобно когда у вас под глазами пудра я теперь возьму другую песточку вот такой вот такая метелочка и немножко под чищу границы своего макияжа и 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 подведу нижнюю слизистую. Я не знаю, успею я сделать. Потому что время. Если что, я потом прибегу, отведу ребенка в школу, прибегу и мы с вами сделаем макияж. Давайте с вами знаете, что еще сделаем. Нажмем вот такой сиреневый и пройдемся по тушевочке нижнего века. Такую киточку возьмем быстренько, сейчас прибегусь к ней в тушевочке. Почему-то я хочу именно синий. Такую в тушевочку сделаю. Конечно, вот я крашусь сейчас в камеру, я вообще ничего не знаю. Оп, насадушка выглянула. И вот, я даже не знаю. Не знаю. Нажмем. Какой-то. Какой-то. Берем, каком-то. Берем, каком-то. Берем. 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 не очень люблю я делать тушевку нижнего века потому что свет всегда скидаю так девочки давайте с вами попробуем вместе вот этот кушон нанести от bio aqua у меня в первом оттенке уже говорила что он мне тёмный я нанесла консилет под глазки это котельском муфляж я наношу буквально в тонкий слой чтобы я просто набираю пальчик он плотный я уже говорила этот тональный а вот по чуть-чуть его наношу вот он собирается в одном месте вот так вот ну вот на камере он еще может быть не так смотрится темным в жизни он прям тем и я буду распределять его в общем если наносить этот кушон в тонкий слой еще нормально но вот ведь у него какой-то как мертвый паттон получается лица он как-то немножко ловит хотя у меня его само лицо не с розовым паттоном я все-таки желтинкой у меня лицо если его чуть плотнее нанести то он может лечь маской поэтому я наношу его в тонкий слой потому что все-таки оттенок мне розовый он дает так у меня не хватает оттенка я сейчас немножко добавлю ну так у меня есть ну так у меня есть сейчас все равно ему нужно дать все-таки некоторое время усесться впитаться на коже иначе пудра просто залипнет на данном тоне мне тут девушка одна написала но она не то что с каким-то таким язвенным подтоном но просто я когда снимала отчет project а нет косметичка я по моему снимала и показывала вот этот вот а-ля биби кушон от i magic не кушон а биби крем я который я просто вообще разругала пух и прах и под одним из таких видео как раз таки с косметичкой мне девушка написала что у неё значит кожа аполлона фукхая написал и что ей он подходит хорошо он как раз таки биби крем то есть у него текстура биби крема и что вообще че я на него тут гоню да такая вот нехорошая женщина свежой наговарни на такой хороший продукт я хочу сказать что у всех у нас кожа разная у меня кожа жирная и для моей кожи он не подошел если кому-то подходят данные продукт это замечательно это здорово но у всех же кожа разная текстура кожа разная то есть но одним подойдет другим нет я говорю за себя я сразу сказала что для меня для моей кожи он не подходит я когда раньше начинала снимать видео с макияжами я уже его тестировала на камеру и было видно что на моем лице даже в тонкий слой данный продукт смотрится просто жирным плену мало того пленом так он смотрится на мне маской это не означает что на ком-то другом он будет смотреться также я здесь ни в коем случае не оспариваю это решение то есть да кому-то подходит продукты кому-то нет мне в данном случае продукт не подошел мне и по запаху он не нравится он просто воняет мне нравится так вижу я все таки этот нет ушел у себя в порох подчеркнуть он но вроде ничего не подчеркивает но вот в порох я его у себя все-таки вижу этот девочки в тонкий слой если на камере то он прям вот разовит у меня какой-то вот неживой тон лица получается так сейчас немножко времени пройдет и я включу все нанесем пудру так мне немножко уселся тональный крем возьмем вот это вот вот как раз таки желтенько и она немножко придает мне лицо более-менее такой нужный для меня оттенок я прям вот так вот легонечко-легонечко прохожусь по пудрой я не люблю слишком перепудренное лицо тем более эту пудру она не матирует она просто как бы немного закрепляет тональный крем но кстати говоря с этой пудрой она во первых очень хорошо блюрит лицо может она конечно запасть в порах и я ее в принципе вижу если с ней прям тоже переборщи да вот то есть в порах я ее вижу эту пудру поэтому с ней нужно тоже аккуратненько но я заметила что даже когда я наношу эту пудру и хожу с ней какое-то количество времени у меня лицо сохраняется достаточно матовым хотя эта пудра она просто как бы ну заявлено как пудра да не матовая ничего но лицо у меня с ней выглядит такое ощущение как будто вот прям я нанесла какую-то матовую пудру оно ровное оно гладкое это палетка фарос вот которую я сейчас активненько тоже стараюсь использовать и просто прохожу вот такой вот кисточкой просто как бы немножко и утрамбовая ну если где-то есть остатки лишней пудры я тоже как бы смазь ну вот как-то так мне нравится гораздо лучше так теперь контуринг контуринг у меня из палетки риммала которая тоже в проекте участвует вот этот вот оттенок я совсем немножко набираю на кисточку потому что продукт рыбный хорошо набирается я вот так вот легонечко-легонечко наношу на щучки ну на скулы да не хватает чуть-чуть поднаберу еще и вот так вот все вот 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 раз на вот 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 чуть-чуть я потому что вот у меня высокий достаточно я поэтому гонечкой стараюсь бородки 25 10 и легкую кисточку я походы по контурингу носа потому что нос у меня немаленький чуть-чуть его сажал вот отсюда также из этой палетки тоже совсем немножко наберу на кисточку я не люблю слишком перерумяненное лицо переподренное когда там хайлайтер сверкает так не знаю чего я люблю чтобы все достаточно было скромненько но в хайлайтере я могу конечно разгуляться но вот например бронзеры скульптуры я не очень люблю сильно так активно выделять вот и теперь я просто пройду с такой вот большой пушистой кисточкой немножко все это растушу чуть-чуть так и румяшки я сюда возьму немножко поярче также с проекты с проектами на проект фэн римболон вот этот вот оттенок он шиммерный идет он достаточно пигментированный поэтому его нужно совсем немножко на щелчки в принципе с этими румяными можно хайлайтер не использовать потому что у них золотое свечение вот видите если я поверну голову вы как раз таки это свечение увидите вот но я люблю дополнительно еще хайлайтер нанести поэтому одни одними румяшками здесь не обойдется румяна я лучше поднаслою например если мне будет не хватать мне сразу бахну и буду ходить такой матрешкой какой-то непонятный здесь по сути за хайлайтер уже можно не носить и так вот остаточками по носикам по носику чуточку немножко проглушаю все равно хайлайтер я хочу взять сегодня вот из вот этой палетки которая у меня рассыпалась здесь текстура орехлая поэтому вот этот вот так он пахнет прям запах очень такой явный аромат ну не аромат он прям вот пахнет кто не любит ароматы запахи какие-то в косметике то это не ваш продукт я спокойно отношусь к этому запах адекватный да так наношу хайлайтер этот хайлайтер он такой как бы нейтральный идет но у него есть крупные блестки текстуру кожу потихнуть может но если его хорошенько растушевать то все будет хорошо я не боюсь крупных блесток я в принципе блесток не боюсь я к блесткам отношусь спокойно у меня то есть нет такого чтобы работать потому что я знаю многих девочек которые просто катастрофически категорически не любят эти блестки на щечках у них там там я нет я спокойно к этому отношусь на нос добавляю так вот еще вот вот этот хайлайтер он мега просто сияющий с ним надо аккуратно иначе будьте ярко-яркой звездой просто звездой так и давайте я сейчас накрашу страшные губы так ну что мы в принципе образ готов давайте я вам расскажу про свои страшные губы карандашик от эвелайн в сливовом оттеночке и та самая страшная помада это мебель вот 110 оттенок на камере она выглядит прям такой жутко устрашающей на самом деле я нанесла прям в тонюсенький слой вот потому что я не люблю такие слишком страшные губы вот а во внутренний уголочек глаза это я добавила где-то вот вот этот вот оттеночек вот прорисовала реснички и на слизистую на нижнюю синий карандашик от Vivienne Zabom ну в общем вот такой макияж у меня получился зеленый с сиреневым акцентом напишите как вам такой макияж вообще любите ли вы какое-то неординарное сочетание цветов я буду безумно благодарна если вы напишите такой комментарий подписывайтесь на канал ставьте лайки колокольчик чтобы не пропускать дальнейшие видео и также подписывайтесь на канал на яндекс зене ссылку обязательно я оставлю в описании ну и канала девочек тоже обязательно будут в описании под видео на этом буду заканчивать свое видео всем большое спасибо за просмотр приятного вечера и всем пока пока пока